Книга открытым оком, 13 том, тема Святая Библия, вопрос 2778. Вы говорили, что Бог любит только живущих с мудростью. Премудрость Соломона 7.28. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Но недавно прочитал, что и мудрость Богу не угодна. 1 Коринфянам 1.19. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Какой-то тупик, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть мудрость человеческая, есть и божественная. Если человеческая противостоит божественной и надеется только на себя, то Бог пострамляет ее и показывает счету замыслов. Исайя 29.14. То вот я еще необычно поступлю с этим народом. Чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разум у разумных его не станет. Иеремия 8.9. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они и отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? 1 Коринфянам 1.20. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратит ли Бог мудрость мира сего в безумие? 24 мая 2005 года разыгралась буря пыльная. Живу летом в Потеряевке. Чтобы в комнате было прохладно и свежо, я открыл летнюю задвижку у голландки печки и ежедневно немного бумаги сжигаю в печи, чтобы создать тягу воздуху. И потом открою печную топченую дверку, и так стоит открытая идет вентиляция. Мудрость невеликая, но не каждый до этого додумается, и мне хорошо даже в жару. Буря пришла внезапно и померкла днем. Проржавейшую трубу железную на крыше сломила ветром. Ветлина упала прямо на застекленный сверху парник теплицу, но не сломала ни одного стекла. Чудо! Когда кончилась буря, я открыл дверь в комнату и не узнал ее. Она была как капище вилла при Данииле. Даниил 14.14 Когда они вышли, царь поставил пищу перед виллом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнями и отошли. Плачь 3.16 Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. Подметал пепел, стирал, смеялся над своей мудростью. Теперь закрыл даже и зимнюю задвижку. Конечно, это примитив, но на нем уже много можно увидеть урок. Мудрость народа и каждого отдельного человека в исполнении евангельских святых заповедей. Второзакон 4.6 Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Исайя 8.10 Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Стихотворение И для чего все это, канитель, растраты, щихотливые, смущения? Таких вопросов в каждую бы щель, и сколько бы избегли мы мучений. В пучину зол впадает сребролюбец, и остается гол в конце концов. Известно, с браком поздравляют люди, апостол желает, жалел таких юнцов. Апостол же жалел таких юнцов. Итоги революции при нас. В войне победа призрачна в итоге. Дубину Бог воинственном припасе, и мало кто живой уносит ноги. На что ни глянь и глаз не положи, везде маячит дымное надменье. Свинья презренная под ножом визжит, и здесь не может быть иного мнения. Конечный результат ищи прозрением. Так стоило ли строиться без средств? Одна нога уже уперлась в тремя. Смущение видим на могильный крест. Так стоило ли биться и хрестаться? Лукавить и хитрить столь призрачного ради. Избрав Христа, избегнешь всех напастей. Приобретенное вообще не будет тратить. Что на алтарь Господний и для ближних? Не пожалеет душенька о том. В своих глазах не будешь ты унижен. Возвышься молитвой и постом. Расценивай из вечности поступки. В том свете судном все пересмотри. Чем наполняются отпущенные сутки. В капризном карапузе видится старик. Не милосерден сам к себе слепец. Пренебрегающий уже готовой мазью. Рутине прошлого из Библии протест. В суетности сквозят одни соблазны. 2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин.